Аграрии завершили уборку картофеля. Всего накопали 790 тысяч тонн. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. На рост урожая повлияло увеличение площадей, а также сплоченная работа трудовых коллективов и хорошее состояние сельскохозяйственной техники. В Беларусь поступил новый российский препарат от коронавируса. Противовирусное средство Скайвира можно найти в аптеках фармации, но отпускают его только по рецепту. В упаковке 10 таблеток. Лекарство содержит вещества, которые помогают бороться со всеми штаммами. В последние недели увеличилось количество случаев, когда водители покинули место ДТП. Правоохранители напоминают, отягощающее обстоятельство сильно усугубляет положение. Современные методы и технологии позволяют в кратчайшие сроки отыскать нарушителя. Сотрудники Бобруйской милиции задержали вора крупного рогатого скота. Правоохранители остановили автомобиль. Внутри оказалось шесть бычков. Животные, как выяснилось, принадлежат сельхозпредприятию Кировского района. На Бобруйско-Громаш откроют филиал кафедры БНТУ. Ее работа позволит предприятию адаптировать учебные программы под свои требования, закладывать собственные технологические платформы в процесс обучения и активно привлекать молодых специалистов.